Добрый день! Сегодня поговорим про ключевые качества современного психолога-коуча. Меня зовут Евгения Порошина, я коуч-психолог, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Приготовьте, пожалуйста, блокнотик, ручку, и на каждое качество их всего 11. Это качество достаточно психически здорового человека. Но мы применим профессии психолог-коуча, и по шкале от 1 до 10 вы эти качества оцените, насколько сегодня у вас развиты эти качества. Ставите единичку, если вообще это качество не развито, и ставите 10 баллов, если это качество у вас достаточно хорошо прокачано, развито, или другие баллы. И в конце вы ответите на два ключевых вопроса и попробуйте это применить в ближайшую неделю. Итак, ключевые качества достаточно психически здорового человека, либо ключевые качества, которые надо развивать современному психологу-коучу. Итак, первое качество – настоящесть. Насколько вы сегодня разрешаете себе быть собой, выражать свои мысли на своем YouTube-канале, блоге и так далее. Оцените, пожалуйста, второе качество – внутренний драйв. То есть, когда мы думаем не только о себе, но о других, когда мы понимаем, зачем, смысл того, что мы делаем, внутренний драйв – это также про то, когда мы соединены с чем-то больше, чем мы, с самостью, с миром и так далее. Следующее качество – энтузиазм. Насколько у вас есть внутренняя энергия просыпаться с радостью по утрам. Оцените, пожалуйста, четвертое качество – смелость. Насколько вы сегодня идете в свои страхи. И, понятно, получаете подарки внешние и внутренние. Об этом скажу подробнее. Подробнее. Пятое качество – это любопытство. Насколько вам интересно сегодня изучать что-то новое, как ребенку. Внизу все эти качества будут, если вы смотрите видео в Ютубе и также в своем блокнотике сможете провести диагностику, насколько сегодня у вас эти качества развиты. Следующее качество – быть здесь и сейчас, в настоящем. Оцените, пожалуйста, седьмое качество – эмпатия. Насколько вы можете понимать боль другого человека. Но, конечно, навыки профессиональных психологов, коучей. Насколько вы можете поворачиваться к человеку не раненной частью, а целителем. Насколько вы можете все-таки проводить эти границы. То есть, да, мы понимаем, что чувствует человек. Это есть какая-то общая ключевая рана. Мы чувствуем эмпатию. Но мы можем повернуться целительской стороной, не критиковать, не жалеть, не спасать, использовать материнский, отцовский принцип в работе. Если отцовский – это вовремя проводить границы, напоминать об оплате, вовремя заканчивать сессию и так далее. Следующее качество – любовь к себе. Насколько вы сегодня любите, уважаете себя. То есть, это про здоровый эгоизм. Насколько вы сегодня достаточно хороший родитель для своего внутреннего ребёнка. Следующее качество – гибкость. То есть, мир меняется, всё меняется. Насколько вы легко меняетесь, оцените, пожалуйста. Следующее качество – десятое. Открытость. Если у вас сегодня страничка в Инстаграм закрыта, то ставьте единичку. То есть, оцените, пожалуйста, насколько вы открыты. Психолог, коуч. У нас есть талант психолога, тонкая кожа. Мы быстро чувствуем состояние других людей. И боль в том числе. То есть, насколько мы можем быть открыты до уровня уязвимости. То есть, когда мы открываем, как будто бы душу человеку, мы понимаем, что могут плюнуть, да, условно. Вот насколько это качество у вас прокачано, оцените, пожалуйста. Это также ключ к своей личной трансформации. С каждым новым клиентом, студентом, подписчиком мы сами меняемся. За счёт этой открытости, да, уязвимости мы проходим свою личную трансформацию и можем вести за собой людей. И четвёртое качество – насколько вы уперты. То есть, как танк. То есть, да, например, проблемы – это часть жизни. Но насколько, несмотря на все эти проблемы, вы двигаетесь вперёд. Оцените, пожалуйста. И когда вы оцените по шкале от 1 до 10, насколько качества у вас эти развиты, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Какие три ключевые качества вам надо развить в ближайшее время, прокачать? И ответьте на самый главный вопрос. Какое одно качество, если вы его супер прокачаете, супер разобьёте, какое качество может качественно, кардинально поменять вашу жизнь? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. И попробуйте получить быстрые результаты. Есть такое понятие, как низковисящие фрукты, которые можно сорвать и получить результат быстро. То есть, по этому качеству, которое одно надо вам прокачать, попробуйте это качество в ближайшую неделю потренировать и получить быстрые результаты. Также напоминаю, психолог должен понять, что со мной всё окей. Как, например, говорит коуч Андрей Парабылум, вы должны понимать, что с вами всё окей. Если кто-то вам говорит по-другому, шлите их лесом. Для меня это про вопрос границ. То есть, насколько мы сами понимаем, что с нами всё в порядке, с миром всё в порядке. Если кто-то нам начинает объяснять, что с нами что-то не в порядке, мы проводим границу. На дистанции держим этого человека. То есть, не надо нам объяснять, что с нами что-то не в порядке. Дальше, психолог прокачивает навыки идти в свой страх, иррациональный. Например, вы учитесь проводить вебинары, и это, понятно, иррациональный страх. Никто в вебинарной комнате нас не покусает, правильно? То есть, это безопасная атмосфера, но страх может быть. Мы тренируем навык идти в свой страх, иррациональный, абстрактный. Там есть подарок для нас. То есть, подарок для нас внутренний – это то, кем мы становимся, и внешний – это какие-то бонусы мы получаем извне. Дальше. Психолог коуч первым, о ком заботиться, – это о себе. Это ключевое, можете записать в свои тетрадки. И также, конечно, менять психолог коуч может только себя и только в настоящем. Как сказать, в бессознательном времени нет, в бессознательном всё существует здесь и сейчас. Прошлое, настоящее, будущее. И ключ к этому мы менять можем только себя и только в настоящем. И, конечно, психолог заботится о себе. То есть, психолог коуч должен стать для себя достаточно хорошим родителем, для своего внутреннего ребёнка. И тогда этот опыт мы можем передать клиенту. Дальше. Напоминаю, в школе 7 сентября будут открыты уроки, 4 дня. Регистрируйтесь, кто ещё не регистрировался, кто планирует идти в школу с 14 сентября. Я рекомендую 4 дня принимать активное участие. Это будут полноценные занятия. Рекомендую активную позицию, изучать слайды, задавать вопросы. То есть, это полноценные 4 занятия. Плюс при регистрации на семинар вы сразу получаете первый урок курса. Ключевые, фундаментальные навыки и техники психолога-коуча, чек-листы, слайды и лекции. Лекции, пожалуйста, распечатайте, подчёркивайте фломастером, изучайте. И изучите, пожалуйста, первый урок курса, изучите все слайды. То есть, тем более, те, кто пойдёт на курсы. Это первый урок курса, фундаментальный. Поэтому, пожалуйста, примите активную позицию. Рада вас видеть в школе, рада видеть вас на открытых занятиях в школе. Подумайте про качество, подумайте про быстрые результаты или низковисящие фрукты. Какое качество может кардинально поменять вашу жизнь. И попробуйте это качество прокачать на этой неделе. И попробуйте получить быстрые результаты. Желаю получить свои важные, нужные инсайты. До новых встреч. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok